МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямо сейчас мы поговорим на самую актуальную для современных абитуриентов тему, а именно работу приемной комиссии Казанского федерального университета. Спешим напомнить, что наша программа проходит в режиме реального времени. И вы, дорогие телезрители, можете приять в нашем разговоре активное участие, позвонив по номеру 233-75-32, код города 843. Также ваш вопрос вы можете прислать в нашу официальную группу ВКонтакте по адресу vk.com универсмотри или позвонить по скайпу наш логин универсмотри.ру. Итак, Олег Германович, во время подготовки к прямому эфиру нам уже поступил первый вопрос следующего содержания. Сколько бюджетных мест предусмотрено в этом году и сколько предусмотрено платных? В этом году в Казанском федеральном университете на все формы обучения, в том числе, включая бакалаврят, специалитет, магистратуру, очную, заочную форму предусмотрено 4980 бюджетных мест. Общий план приема в Казанский федеральный университет, включая наши институты в набережных Челнах и Юнлабуге, составит более 14600 студентов первого курса, опять же, включая магистратуру и бакалаврят. Что касается контрактных мест, то здесь почти 10 тысяч контрактных мест, которые мы планируем заполнить уже в ближайшее время. Спасибо, Олег Германович, за столь исчерпывающую информацию. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и все интересующие вопросы вы можете задать по телефону нашей прямой линии 2233 75 32. А также оставить сообщение в группе ВКонтакте vk.com.univers.ru или позвонить по скайпу, наш логин univers.ru. А сейчас, пока вы дозваниваетесь, предлагаю посмотреть сюжет о работе приемной комиссии Казанского федерального университета, подготовленной нашей службой новостей. В 2017 году самый востребованный вуз Татарстана ожидает в своих стенах более 13 тысяч новобранцев. К зачислению на бюджетную форму обучения готовится 4980 абитуриентов. На контрактную форму будет принято почти 8,5 тысяч человек. Прежде чем определить всю масштабность работы приемной компании, целесообразно будет вспомнить итоги прошлого года, когда в ходу приема всего в КФУ с учетом институтов и филиалов на бюджетную форму обучения по направлению бакалавриат поступило 3639 человек. Точное число поступивших в 2016 году составило 11441 человек. Если говорить о безусловных лидерах абитуриентского спроса, то по итогам приема 2017 можно выделить экономику и юриспруденцию. Все большее количество абитуриентов привлекают программы естественно-научного профиля. Институт геологии и нефтегазовых технологий можно отметить особой привлекательностью для сегодняшних абитуриентов. Куманитарные специалисти из года в год также не теряют своей востребованности. Так что в этом году Казанский университет ожидает большое количество будущих педагогов и психологов. Все больше вес для молодых специалистов имеет магистратура. Значимость полного высшего образования, по словам Олега Бодрова, продолжает играть свою роль. Магистратура идет очень охотно. И по сравнению с прошлым годом здесь идет устойчивое превышение количества подданных заявлений на большинство направлений подготовки. Дело это связано с тем, что уже сейчас, на сегодняшний день, по достаточно большому спектру специальностей, трудно занять какую-то определенную должность, если не имеется диплом магистранта. А мы продолжаем нашу программу «Приемка ФУ-2017». К нам поступил первый вопрос из группы ВКонтакте вк.ком.универсмотри. Зрители интересуют заочные формы обучения. Как проводятся занятия? Выдается ли какая-нибудь специальная научная литература для обучения? В общем, хотелось бы более подробно узнать обо всех особенностях заочного обучения в Казанском университете. Ну, заочная форма обучения, во-первых, это на сегодняшний день вызвана востребованностью иметь возможность и работать, и получать высшее образование. И в этой связи график учебного процесса, он учитывает эти особенности. То есть, ребята, поступившие на заочную форму обучения, приезжают в начале сентября на установочную сессию, где им объясняют и порядок проведения занятий, сессий, сдачи экзаменов, зачетов, требований, а также начитывают определенные установки по ряду дисциплин, которые они будут изучать в течение этого года. Олег Германович, к нам только что в студию поступил звонок. Извините, что прерываю. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот последний день подачи оригиналов на первом этапе. Дата и время подачи. У нас в университете прием документов заканчивается 26 июля. И, значит, до 1 августа, до 18.00 вы можете, имейте возможность, занести свой оригинал, при установке, что если документы или заявления вы уже подали до 26 июля. Хорошо. Спасибо большое. Все понятно. До свидания. Спасибо вам большое за ваш звонок. Ну, а мы продолжаем наш разговор о заочниках. Мы остановились о том, что для них очень удобный, скажем так, график совмещать работы с учебой. И, если я не ошибаюсь, продолжите, пожалуйста. Да. Так вот, на установочных сессиях им дают основные правила, основные требования. И, значит, лектора, преподаватели, которые проводят с ними занятия, они их ориентируют. На что обращать особое внимание при самостоятельной подготовке к сдаче тех или других предметов. Кроме того, ну, представьте себе заочник, он имеет дело с рекомендованной даже литературой, но в ней разобраться достаточно проблемно. Поэтому установочные лекции, они как раз и направлены на то, чтобы сориентировать их, какие проблемы существуют в той или другой области, в той или другой тематике. Также им дается, значит, блок заданий, которые они самостоятельно должны выполнить в виде контрольных работ, курсовых работ. Это вот учебный график, который на весь год сориентирован и заранее им в начале сентября также предоставлен. Получив таким образом задание, они уезжают, работают на своих рабочих местах. Зимой они снова приезжают на сессию, сдают установленную учебным планом контрольные работы, сдают зачеты, проводится зимняя экзаменационная сессия. После этого они имеют возможность получить каникумы, после этого у них дальше установочная сессия весенней, и летний период времени, это когда заканчивается уже учебный год, они уже сдают итоговые экзамены за первый курс обучения. Ну и ежегодный режим, он примерно вот такой вот. И плюс к этому, заочник имеет возможность обращаться к преподавателю, есть у него часы определенные, которые заранее известны и висят на сайте, и по любому вопросу может ему или дистанционно обратиться, или через ВКонтакте, или по электронной почте задавать свои вопросы. Как правило, преподаватели специально дают свое время, дают свои адреса, чтобы иметь возможность вот таким вот образом помогать ребятам осваивать материал. Олег Германович, нам снова поступил звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Мама абитуриента оформили договор, проплатили, и мы теперь уже, может быть, уверены, что мы поступили в ваш университет. Или как? Так. Ну, насколько я понял, речь идет о контрактной форме обучения. Да, да. И здесь следует отметить, что если вы сейчас уже смогли оформить договор на обучение, это означает, что те баллы ЕГЭ, которые вы получили, в общем, ваш ребенок, достаточно для того, чтобы преодолеть контрактный конкурс, конкурсную контрактную форму обучения по тому направлению, которое вы выбрали. По этой причине вы получили разрешение заключить договор уже сейчас. Если бы у университета были сомнения в том, что вы имеете баллы недостаточные для того, чтобы пройти контрактный конкурс, то, скорее всего, разрешение бы вам не дали, и вам бы пришлось дождаться, когда этот контрактный конкурс состоится. И уже после этого, определив минимальные контрактные баллы, вы бы уже могли либо заключать договор, либо, к сожалению, выбыть из конкурса. — Так, еще один вопрос. Спасибо за... Вот мы как бы иногородние и планируем, значит, проживание в общежитии от моего ребенка. То есть заселение в общежитии когда будет? После выхода приказа или как? — Ага. Заселение в общежитии Казанского федерального университета... Ну, во-первых, я хочу сказать, что общежитием обеспечивается 100% первокурсников, иногородних, которые нуждаются в общежитии. Они будут жить в наших студгородках. Количество мест студенческих общежитий — это 13,5 тысяч всего. И мы имеем возможность 100% обеспечить нуждающихся в общежитии. Сразу скажу, стоимость общежития — 480 рублей в месяц. Это достаточно символичная цена. График заселения в общежитии вывесен сейчас уже на сайте, на сайте приемной комиссии. И вы можете посмотреть, сориентироваться, выбрать день, в который будет заселяться именно тот институт, куда поступает ваш ребенок. Приехать в соответствии с тем временем, который там указан, на инструктаж на заселение в общежитии и на распределение мест. Это состоится у нас в концертном зале «Уникси» в Вестибюле. Ну и там начинается с 24 августа по 31 августа. Это график у нас составлен. Ну, 30-го у нас праздник, выходной, поэтому 30-го заселения нет. Но другие дни, пожалуйста. Спасибо большое. Следующий вопрос у нас поступил буквально только что в нашей официальной группе ВКонтакте. Как, когда и где можно узнать, проходит ли абитуриент по своим результатам ЕГЭ на обучение по договору? И если он проходит, то какой дальнейший алгоритм действия этого абитуриента, если он проживает не в Татарстане? Ну, во-первых, хочу сказать, что абитуриент участвует в конкурсе в том случае, если он подал заявление. Я так понимаю, что абитуриент уже подал заявление и подал документы. В соответствии с этим у него сформирован личный кабинет на сайте нашего университета. И через личный кабинет он имеет возможность отслеживать свои позиции в конкурсной группе, в который он поступает, и обратить внимание на план приема, количество мест, которые там предполагается, и ту позицию, которую он занимает в настоящее время. Сравнив эти две позиции, он может сделать вывод о том, поступим он или нет. Имеет ли шанс он поступить или нет. И кроме того, у нас всегда доступна открытая горячая линия телефона, по которой он может уточнить или по электронной почте приемка.фу.ру, написать нам свой вопрос, и мы ему ответим, если он сомневается. Хорошо. Насколько нам известно, даже на контрактную форму обучения еще не каждый поступит. И тут интересуется, а каков порог, и что будет, если ты его не перешагнешь? Можно ли все равно поступить и как-то обойти эту проблему, или все-таки порог есть порог? Ну, я вам хочу сказать, что на сегодняшний день у нас на сайте размещены пороговые баллы для заключения договора на контрактную форму обучения уже сейчас, в настоящий момент. Это те баллы, которые превышают реальные конкурсные баллы, которые состоятся по итогам зачисления абитуриентов на бюджет, то есть пройдет бюджетный конкурс, после этого состоится контрактный конкурс. И вот уже реальные баллы, они будут, естественно, ниже, чем те, которые сейчас пороговые, но по разным специальностям, по-разному, они уже и определяют нижнюю границу проходных конкурсных баллов на контрактную группу, на контрактную форму обучения. Вот именно вот примерно такой вот алгоритм действия. Теперь, если студент, вернее так, абитуриент обнаружил, что он проходит по контракту, то он должен подъехать в приемную комиссию со своей распиской о сдаче документов. В ней указано было. Он обращается в договорной отдел, заключает договор, и ему там же выдают квитанцию на оплату стоимости обучения. Олег Гернович, нам снова поступил звонок от интересующего темы зрителя. Итак, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, звоню из Москвы, меня Сергей зовут. Первый вопрос я хотел по поводу дистанционного заключения договора. Можно ли как-то это сделать, потому что ехать так далеко. Сергей, скажите, пожалуйста, вы документы уже подали к нам в университет? Да, я заверенную копию отправлял почтой, а вот договор, вот интересно, как это. Если вы заверенную копию отправляли в электронную почту, документы находятся у нас, и вы имеете возможность заключить договор дистанционно. Для этого вам следует позвонить в договорный отдел и изъявить свое намерение дистанционно заключить договор. Вам выпишут договор, отсканируют его, и сканированную копию отправят на ваш электронный адрес, который вы указали при регистрации на сайте. Дальше вы получаете договор, подписываете его и оплачиваете контракт, который счет вам присылает вместе с этим договором, также в электронной форме обучения. Отсканированный, подписанный договор вы отправляете обратно на ту почту, с которой вам ее приснули. Ага, хорошо, спасибо. Далее вот еще хотел спросить, вот у меня друзья приезжали на юриспруденцию, тоже уже подавали, заключали договор. Там вроде как 200 что ли мест получается на договор в плане приема написано, и уже около 100 человек, они мне говорили, то что спрашивали, то что уже оплатили. И вот если я потом буду поступать, насколько я знаю, то что после того, как приемные бюджетные места закончатся, и все пойдут на договор, вот каковы шансы вообще будут поступить по договору, если я буду оплачивать после того, как уже приемный бюджет закончится, каковы будут шансы? Понятно. Дело в том, что вероятность вашего поступления, она не зависит от сроков оплаты, а она зависит от ваших конкурсных баллов, которые вы набрали, сдав экзамены в виде ЕГЭ. И если эти баллы выше конкурсных баллов, выше минимальных границ порогового значения, то вы поступаете на контрактную форму обучения по итогам контрактного конкурса, вне зависимости от того, в какой момент вы произвели оплату и заключили договор. В данном случае речь идет о тех сроках, которые предшествуют выходу контрактного приказа. По срокам я вам могу сказать, что первый контрактный приказ мы планируем выпустить 15 августа и второй контрактный приказ 25 августа. Соответственно, если вы пытаетесь заключить договор уже после завершения приемной кампании, конечно, мы уже не сможем этого сделать, а до этого, пожалуйста, вы сможете пройти с вашими баллами, если они действительно того позволяют. Спешим напомнить, что наша программа «Прием КФУ-2017» идет в прямом эфире. Все интересующие вопросы вы можете задать по телефону прямой линии 2-33-75-32, а также оставить сообщение в группе ВКонтакте vk.com.univers.ru Или позвонить по скайпу, наш логин universma3.ru Итак, у нас в социальных сетях продолжается большой ряд вопросов. И тут у нас хотят узнать, возможно ли оплату за обучение как бы разделить на две части, потому что людям сложно заплатить целую сумму сразу. Есть ли такая возможность? Здесь следует отметить, что в этом году принято решение, что первокурсники за первый курс обучения платят полностью стоимость первого года, со второго курса возможно посемистровая оплата стоимости обучения. Но понятно, что на дворе не самая благоприятная экономическая ситуация, и люди разного социального положения и уровня достатка. Поэтому если мы видим, что перед нами абитуриент, чей, скажем, доход в семье ниже прожиточного минимума человека, или, скажем, есть неполные семьи, есть семьи, где родители инвалиды, то в этом случае, конечно, мы идем на встречу, и по заявлению абитуриентов или их родителей мы допускаем по семестровой оплате за первый курс в том числе. Таким образом, первоначально он заплатит полустоимости годовой суммы контракта, и вторую часть он заплатит уже 1 февраля. Такая возможность на сегодняшний день. Олег Гернуч, давайте примем следующий звонок. Итак, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Карина. Я знаю, что в одном бузе можно подать на три направления. А я ребенок-инвалид. Могу ли я воспользоваться своей льготой на все три направления? Карина, дело в том, что льготой своей вы сможете воспользоваться только лишь на одном направлении. А там, где вы подаете свой оригинал, одновременно же на три направления вы не сможете быть зачислены. Поэтому я вам советую выбрать именно то приоритетное направление, куда у вас больше лежит душа, и туда подать и оригинал, и там же воспользоваться своей льготой. Еще один вопрос. Вот, например, на специальности, на которые я хочу подавать документы, это специальное дефектологическое образование, логопедии. Там всего лишь одно место, я так понимаю, для льготников. Если нас будет, например, больше, чем, ну не только я буду туда претендовать, а несколько человек тоже по льготе, кого из нас зачислят? В данном случае, действительно, вы правильно понимаете ситуацию, есть количество бюджетных мест на каждую конкурсную группу, и количество мест, отведенных для абитуриентов-лиготников, как вы называете, она составляет 10% от бюджетных мест, которые на этой контрактной группе предусмотрены. В данном случае, если одно место отведено для этой категории абитуриентов, то конкурс будет среди льготников, и поступит именно тот, у кого более высокий балл ЕГЭ. И до какого числа я могу, например, принести свои документы, подтверждающие льготу? Ну, в данном случае, у нас прием документов заканчивается 26 июля, и я вас очень прошу, до 26 июля, если у вас есть возможность, это поднести свои документы, подтверждающие льготу, чтобы мы уже полноценно вас рассматривали как участника вот этой конкурсной группы. Будущая абитуриенты КФУ продолжает оставлять свои сообщения в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте познакомимся со следующим вопросом, и он следующего содержания. Могут ли иностранные граждане, которые сдавали внутренние испытания, претендовать на бюджетное место? Да, безусловно, такая возможность предусмотрена. Но, прежде всего, здесь следует отметить, что есть категории граждан из стран, определенных стран СНГ, которые подписали согнушение о признании документов в области образования. И это в основном ребята из стран Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Белоруссии. И, кроме того, если ребята из других стран СНГ, они должны подтверждать статус соотечественника. Это у нас производится в Департаменте внешних связей. Они подают туда необходимые документы. И если он подтверждает статус соотечественника, то в этом случае он может претендовать на поступление на бюджет. Надо сказать, что по итогу внутренних испытаний, те результаты, которые они получают, мы также их рассматриваем в рамках общего бюджетного конкурса. И если их позволяет пройти бюджетный конкурс, то этот абитуриент из стран СНГ будет зачислен на бюджет. Олег Гермич, к нам снова звонят в студию. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, каков ваш вопрос? Алло. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Вы в эфире. Вы в эфире. Здравствуйте. Задавайте вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, когда будет на сайте КФУ результаты контрактного конкурса после 26-го вывешены на вашем сайте? И как успеть сдать, вернее, заключить договор, сдать оригинал документа? До какого числа? Ну, как это, если правильно сформулировать вопрос? Вопрос, 1 августа – это крайний срок подачи оригинала. А если в списках на контракт, на данный момент, допустим, на 200 мест, 238-й, вот с этим как-то, есть ли шансы, как это отслеживать? Кто-то, может быть, откажется от контракта. Вот как этот момент не упустить? Хорошо. Хорошо. Смотрите, значит, ваша основная задача сейчас на сегодняшний день, если вы подали заявление, подали все документы, то вы имеете возможность... Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ну, тем не менее, я, наверное, отвечу на этот вопрос, потому что он может быть интересен и другим нашим телезрителям. Значит, если абитуриент подал документы и участвует в нашем контрактном конкурсе, то факт участия его в конкурсе подтвержден именно датой подачи его документов. И далее я хочу сказать по цифрам, по хронологии событий. То есть до 3-го числа августа месяца у нас проходит, вернее так, 3-го числа августа месяца у нас проходит первый приказ на зачисление на бюджетную форму обучения. 8-го августа – это второй приказ, вторая волна, а после этого начинаются приказы на контрактную форму обучения. И в этом случае, и у нас ориентир 15-го числа, когда первый контрактный приказ, то абитуриент имеет возможность подать свой оригинал до момента формирования контрактного приказа. То есть, подав до 26-го июля свои документы, он участвует в конкурсе, оригинал он может принести до 15-го августа. Кроме того, для поступления на контрактную форму обучения достаточно и копии документов. И третий момент, вот в этом вопросе звучал, как он может отслеживать ситуацию. Здесь следует отметить ряд особенностей. Во-первых, каждый абитуриент из личного кабинета имеет возможность отслеживать свою позицию в рейтинге. У него есть доступ к конкурсной группе, на то направление обучения, в котором он принимает участие. Он видит, кто впереди него, кто сзади. Вот в данном случае он сказал, что он 238-й. Но особенность заключается в том, что на сегодняшний день по законам образования абитуриент может подать заявление внутри одного вуза на три направления. И это не факт, что те ребята, которые впереди него, они все придут именно сюда. Именно на это направление. Часть из них останутся в других направлениях, а часть из них может вообще быть сориентирована на другие вузы, потому что абитуриенты могут подавать еще и в пять вузов заявление. По этой причине, кто реально останется, это уже будет определяться на дату формирования соответствующих приказов. Будущих студентов и сейчас действующих абитуриентов Казанского университета волнует вопрос общежития, который они задают сейчас очень активно в социальных сетях. Давайте прочитаем первый из них и постараемся ответить. Скажите, пожалуйста, можно ли студентам с разных факультетов заселиться в одну комнату общежития? И может ли университет предоставить общежитие на время подачи документов и заключения договора? И какова стоимость? Вот такой вопрос. На время подачи документов, в принципе, здесь не требуется заселяться в общежитии, потому что документы подать это максимум, с учетом даже тех очередей, которые у нас иногда возникают, это максимум два часа. То есть в течение двух часов любой абитуриент сможет подать документы. Это максимальный срок. Я взял с запасом специально. Для этого не следует заселяться в общежитии. А вот если абитуриенты сдают внутренние вступительные испытания, то на время проведения внутренних вступительных испытаний мы предоставляем общежитие всем по факту их заявления. Если он пишет заявление, что ему нужно предоставить место общежития, мы это сделаем. Стоимость места в общежитии рассчитывается, исходя из цены 3 тысячи рублей в месяц. Соответственно, если он проживает там всего неделю или полторы недели, то идет расчет по количеству фактически прожитых дней. Продолжая разговор об общежитиях, хотелось бы озвучить следующий вопрос. В какие общежития будут заселены студенты экономического и психологического факультетов, интересуется абитуриент Юлия Степанова? Они заселяются в деревне универсиады. И, насколько я помню, экономисты живут во втором доме и в четвертом. А что касается порядка заселения, правил заселения, то там имеется деление по корпусам. То есть 17 корпусов, и каждый институт имеет определенное закрепленное за ним здание. Как правило, там ведь живут не только ребята первого курса, то есть те, которые второй курс, третий, за ним закреплен дом, и они там проживают. Олег Германович, к нам снова поступил звонок. Готовы ответить? Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Я хотела бы узнать, внутренний вступительный экзамен сложнее, чем ЕГЭ, или нет? Вы знаете, по требованиям закона образования, уровень вступительных испытаний должен соответствовать уровню ЕГЭ. И когда наши экзаменационные комиссии готовились к этим вступительным испытаниям, то они, соответственно, разрабатывали вот эти вот задания, чтобы они по уровню сложности соответствовали ЕГЭ и по форме его проведения. То есть здесь мы рассчитываем на максимальную приближенность к уровню ЕГЭ. Ладно, спасибо. До свидания. Спасибо вам за вопрос. И продолжая разговор об общежитиях, многих волнует. Будут ли они жить в деревне универсиады все годы обучения в университете, или, возможно, через 2-3 года они переселятся в другое здание общежития? Возможно ли такой переезд? Ну, если так можно сказать. Вполне возможно. Потому что есть движение внутри университетских студгородков. И задача университета – обеспечить общежитием студента. Где именно? Это уже там, где условия и необходимость в данный момент, которая сложилась, она позволяет. А так, социальная сеть снова кишит комментариями, и я спешу вам их озвучить. Значит, абитуриента Юлию беспокоит. При обучении на платной основе можно ли после первого года обучения перевестись на бюджет и при каких условиях? Ну да, действительно, такая возможность предоставляется. В соответствии с законом об образовании у нас два раза в год заседает комиссия по принятию подобного рода решений о переводе абитуриентов на бюджет. Условием для перевода на бюджетную форму обучения является первое – наличие вакантных бюджетных мест. Чтобы перевести человека с контрактной формы на бюджетную, значит, бюджетное место должно быть освобождено. Началось, что человек должен либо быть отчислен, либо он должен быть отчислен по собственному желанию, либо по другим обстоятельствам. Если такие места возникли, а это бывает достаточно часто, в силу ряда причин, далее рассматриваются условия, значит, хорошей или отличной учебы, и, что, на мой взгляд, является основным критерием, это социальное положение абитуриента и его семьи. Он приносит соответствующие документы, подтверждающие вот это обстоятельство, и комиссии рассматривают эти документы. Эти решения, которые они принимают, они принимают публично и в соответствии с теми предоставленными документами, которые абитуриентов приносят. В это самое время в нашей официальной группе ВКонтакте абитуриентов продолжает волновать вопрос общежития. Я предлагаю вернуться к этой теме, потому что у нас назрел новый вопрос. А насколько отличается стоимость двухместной комнаты в общежитии от трех-четырехместной? Ну, помимо наличия комнаты, естественно. Совершенно не отличается. 480 рублей в месяц. А следующий вопрос от Рафаэля Фазлыева. Пишет, что он абитуриент из СНГ. Его документы, отправленные по почте, уже давно обработали, но никак не отправят на электронную почту инвойс и договор. А можете что-нибудь сказать по этому поводу? Еще раз, фамилию можно? Рафаэль Фазлыев, абитуриент из СНГ. Фазлыев. Фазлыев. Вот я сейчас запишу его фамилию. Я повторюсь, молодой человек делает акции на то, что его документы... Я помню его вопрос. Значит, этому абитуриенту мы завтра же вышли договор и счет на оплату. Дело в том, что достаточно большое количество ребят из СНГ поступает к нам в Казанский федеральный университет. И, к сожалению, иногда бывают вот такие вот небольшие задержки, связанные с тем, что, скорее всего, этот абитуриент из Узбекистана, там имеется особенность. И мы должны ему отправить не только договор на обучение, но и счет, вот как он назвал, инвойс, выписанный в домыровом эквиваленте в домырах. И здесь, когда вот эти документы мы подготавливаем, то потом уже сканируем и отправляем на его электронную почту. Кроме того, здесь, очевидно, надо нам проверить эту почту, электронную его, потому что мы очень часто сталкиваемся с ситуацией, когда мы отправляем, а в битуриенту они просто не доходят, то есть то ли почта указана им неверно при регистрации, то ли, значит, они просто потеряли логин и пароль и не заходят туда. Иногда и с этим связано. Но в любом случае, фазной ФРФЛ завтра получит и договор, и счет на обмак. Олег Германович, к нам поступил звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Меня зовут Марат, я выпускник техникума, подал документы на специальность экономика по очной форме и заочной форме. В данный момент сдаю вступительные испытания и посмотрел сайт, там есть расписание для очной формы обучения и для заочной формы обучения. Вопрос следующий. Необходимо ли мне сдавать экзамены и для заочной формы отдельно, и для очной формы отдельно? Нет, Марат. Дело в том, что если вы сдаете вступительные испытания, сдав их на очной форме, эти же результаты будут вам зачтены, если вы не пройдете на очную и решите поступать на заочную. Второй раз вступительные испытания сдавать вам не нужно. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо вам за вопрос. А я спешу напомнить, что наша программа «Прием КФУ-2017» идет в прямом эфире. Все интересующие вопросы вы можете задать по телефону в прямой линии 233-75-32, а также оставить сообщение в группе ВКонтакте vk.com.univers.ru Или позвонить по скайпу. Наш логин universмотри.ru. А пока вы дозваниваетесь, предлагаю посмотреть сюжет о работе приемной комиссии КФУ и о мнении будущих абитуриентов Казанского университета, подготовленной нашей службой новостей. Совсем скоро закончатся работы приемных комиссий российских вузов, которые в последние дни принимают документы у припозднившихся абитуриентов. После закрытия они будут обрабатывать полученные данные, а уже в первых числах августа начнут опубликовать списки на зачисления. Мы решили узнать у будущих студентов, в какой вуз они собираются поступать. Я выбрал университет, потому что его нахваливают в Москве, по всему миру. И, в общем, говорят, хороший вуз. Я решил поступать с физикой. У меня хорошие баллы, я думаю, я поступлю в этот вуз. Я выбрала преподавание в начальных классах, так как мне нравится работать с детьми. И сама закончила педагогический колледж, и вот хочу продолжить. Так как психологии у нас в Казани мало, в каких институтах преподается, и поэтому мой выбор остановился на ИУПе и на КФУ. Я нашла здесь те институты, которые мне по душе, те направления, которыми в дальнейшем я хотела бы заниматься. Подавал в Казанский федеральный университет, подавал в КГСУ. Я выбрал эти университеты, потому что самые престижные вузы Татарстана. Я поступаю в институт фундаментальной медицины и биологии. Здесь новые технологии, очень все развито и интересно. Особенно общественная деятельность меня привлекла. Много волонтеров, все такие студенты активные. А мы продолжаем нашу программу «Прием КФУ-2017». К нам в социальных сетях поступил вопрос из группы ВКонтакте ВК.ком Универс Матри. Итак, абитуриента Дилю Бакиру интересует. Она подала оригинал аттестата в Институт филологии и массовой коммуникации на педагогическое образование с двумя профилями подготовки. Английский и второй иностранный язык. На вопрос о выборе второго языка ей не ответили в приемной комиссии. Так когда она сможет выбрать второй язык, или это будет решать сам институт, волнует будущую абитуриентку? Дело в том, что там предусмотрено несколько вариантов. И, скорее всего, когда она придет на занятия, там уже будет понятно, во-первых, какой язык она сама изъявит, желание изучить, и какие возможности предоставит сам институт. Действительно, вы правы, этот вопрос будет решаться уже в институте после ее зачисления. А следующая абитуриентка, ее имя Виктория Кодрина, отправляла в приемную комиссию документы, как пишет сама абитуриентка в социальной сети, включающая оригинал аттестата, заявление о согласии на зачисление. Но в анкете на сайте «Буду студентам в личном кабинете» указано, что подана копия оригинала и нет заявления. Как бы девушке, ведь она все подавала. Давайте мы проверим эту информацию. Виктория Кодрина. Виктория Кодрина. Что можно сказать по этому поводу? Когда я подаю документы, ДНК, экспресс-почта или почта России, приемная комиссия получает, конверты распечатывает и, соответственно, вносит данные в систему о тех документах, которые мы получили. Здесь, в данном случае, я проверю эту информацию. Как правило, у нас информация, которая в системе, она соответствует реальной действительности. Если какая-то подобная ошибка, то мы, конечно, ее исправим. Потому что все оригиналы, которые нам поступают, мы храним в сейфах в отдельной комнате. Естественно, у нас строгий учет. И мы проверим и оригинал этой абитуриентки, и ее положение в системе. В последнее время в средствах массовой информации можно было встретить новость о том, что сейчас документы, аттестаты, оригиналы можно высылать в университет прямо по почте. И в связи с этим абитуриент Виктория Багаевская интересуется, правильно ли она понимает, что может отправить распечатанные заявления и согласия, а также оригинал аттестата по почте, или нужно все-таки лично приехать в Казань и посетить Казанский университет. Ну, такую возможность она имеет. Она может и почтой, и заказанным письмом отправить этот оригинал документов и заявление о согласии. Мы также это примем. С другой стороны, чем выгоден личный визит, тем, что она на руках будет иметь расписку, получение, сдача документов. То есть, абитуриенты нам сдают документы, а взамен мы им выдаем расписку в том, чтобы получили соответствующие документы. И в данном случае, когда человек лично приходит, он ее непосредственно сразу может получить. По почте, когда они отсылают, они документы отсылают, но в данном случае расписка на руках у них не остается. То есть, либо она ее позже получает, если ей это нужно, либо она остается без этого. Но, помимо почтовой формы, у нас есть ряд фирм, которые занимаются доставкой документов. Я не буду их сейчас какую-то выделять, но, тем не менее, они достаточно успешно работают. И два-три дня это из любой точки России, как правило, документы мы получаем. Абитуриенты из Узбекистана интересуются, когда же выйдет приказ о зачислении? Ну, приказ о зачислении на бюджетную форму обучения выйдет 3 августа. На контрактную форму обучения первый приказ выйдет 15 августа, последний приказ, скорее всего, 25 августа. Следующий абитуриент по имени Адел Худаев хочет нам сказать, что документы, отправленные по почте, уже давно обработали. Но нам никак не отправят на электронную почту инновации договор. Можно что-нибудь сказать по этому поводу? Чтобы оплатить контракт. Совершенно верно. Очевидно, вот это вот такая же ситуация, как с Возловием Рафаэлем. Еще раз, будьте добры, назовите его фамилию. Так, сейчас скажу. Адел Худаев. Адел Худаев. Адел Худаев. Так, я правильно записал? Адел Худаев, да? По поводу этого абитуриента. Сегодня эти документы были обработаны, и, скорее всего, сегодня же ему и были отправлены. Но я проверю эту информацию. Фамилия знакома, потому что сегодня приносили эти документы. Адел Худаев. Следующий вопрос довольно интересный. Абитуриентка интересуется, может ли получить квоту, как крымская татарка? Это было в прошлом году. Да, действительно, те, кто с Крыма поступали, не имели возможности на определенные льготы. Но, к сожалению, в этом году подобные льготы уже отсутствуют, поскольку они поступают у нас, как большинство россиян. В данном случае льгот не предусмотрено. Ну, я имею в виду по факту проживания. Но это не исключает и другие льготы, которыми пользуются большинство абитуриентов. Россияне наши, я имею в виду. Абитуриент Анна Макаренко интересуется, сможет ли участвовать в конкурсе «В первую волну», если подаст оригинал и заявление о согласии 31 июля. А на сайте Казанского университета она уже зарегистрирована. Да, безусловно. Она может подать не то, что 31, до 1, до 18, но 1 августа. То есть даже если 1 августа 17.30 она принесет свои оригиналы и заявления о согласии, то она будет зачислена 3 августа. Итак, возвращаясь к вопросу об общежитии, видимо, он очень волнует все-таки будучка абитуриентов, и это неудивительно. Артур Гаязов интересуется, все ли первокурсники, нуждающиеся в общежитии, могут быть заселены в деревне универсиады или места хватит не всем? Заселены будут все нуждающиеся в общежитии абитуриенты, все 100%. На улице никто не останется, будут проживать деревни универсиады, но они должны быть готовы, там достаточно комфортные условия. Но есть и ряд требований, которые администрация деревни универсиады будет предъявлять к абитуриентам. Ну, прежде всего, связано с режимом пропуска, режимом пользования электро-бытовыми приборами, режимом соблюдения чистоты, соблюдения порядка, ну и прочие элементарные вещи, которые должен соблюдать каждый студент, проживающий в общежитии. Олег Германович, к нам снова дозвонились в студию. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Алло. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Вопрос такой. Перекликается с первым вопросом. Мы подали заявление согласия на зачисление, заключили договор и произвели оплату. Но куда мы хотим поступить? Плановое количество местных контрактов – 145. А по оригиналу, если смотреть, мы сейчас 76-е, если не по оригиналу, в общем списке больше, чем уже 300-е, например. В данном случае, можем ли мы быть уверены, что поступим? Если вам было бы дано разрешение заключить договор, то это означает, что ваши баллы, которые получил ребенок при сдаче ЕГЭ, проходят минимальные пороговые значения конкурса на контрактную форму обучения. И в этом случае вы можете быть спокойны в том, что вы будете зачислены в Казанский федеральный университет. Другое дело, что если бы ваши баллы вызывали сомнения, я уж повторяюсь, поскольку и вопросы повторяются, то мы бы не дали вам разрешение на заключение контракта. Понятно. И еще у меня, знаете, какой вопрос? А можно ли будет оплатить второй год обучения за счет мастеринского капитала? Да. Вопрос, связанный с оплатой по материнскому капиталу, это возможен. Это предусмотрено и законом в том числе. Так что вам нужно будет в договорном отделе выразить свое намерение оплатить именно материнским капиталом. Там есть ряд особенностей, потому что использование материнского капитала, оно связано с выходом приказа о зачислении. И вы должны будете в выпуску из приказа предоставить соответствующие структуры, которые дадут вам разрешение использовать материнский капитал на эти цели. Поэтому ваше волеизъявление в договорном отделе должно быть зафиксировано. Угу. Понятно. Спасибо. Хорошо. Благодарим вас за вопрос, а мы продолжаем. Абитурентка Виктория Кодрина интересуется, могут ли иностранные граждане, сдающие экзамены на выездной комиссии в их город, претендовать на бюджетное место в Казанском университете? Если их было достаточно высокие, то, конечно, они могут и претендовать, но при соблюдении тех условий, которые выше мы уже озвучивали. То есть, либо это имеет статус соотечественника, либо это гражданин той страны, с которой заключено соглашение об обмене документов и признание документов в сфере образования. Угу. Альбина Мухамедшина интересуется, будет ли возможность перейти с одного факультета на другой в течение учебного года, например, с биофака на медицинскую кибернетику? Этот вопрос довольно-таки актуальный среди студентов-медиков. То есть, это реально возможно такое? Да. Здесь есть тоже ряд особенностей. Во-первых, по закону об образовании перейти с одного, скажем, института на другой студент имеет возможность, сдав первую сессию. То есть, только поступив, отучившись два месяца и куда-то переходить, конечно, он не может. А вот, сдав первую сессию, он может претендовать. Но решение о том, перейти с одного института на другой или внутри института, с одного факультета на другой факультет, это решение принимает уже руководство самого института. Поэтому в данном случае нужно будет обратиться в директорат Института фундаментальной медицины и биологии с этим вопросом, и они уже будут принимать решение. Абитуриент Виктории интересуется, в каких числах происходит оплата образовательных услуг? Ну, если это интересуется абитуриент, то в данном случае речь, скорее всего, идет о том, когда ее заплатить за обучение за первый курс. В данном случае я могу сказать, что здесь на момент формирования приказа ее денежные средства должны поступить в университет. То есть до 5 августа, если она планирует попасть в приказ до 15 августа, они должны быть проплачены. То есть вот по срокам, это вот 5 августа, я могу ее сориентировать. Ренат Султанов интересуется, насколько баллов средним нужно сдать ЕГЭ по трем предметам, чтобы поступить на бюджет? Нет. Но это, прежде всего, зависит от того направления, которое он выбирает. И баллы бюджетного конкурса до момента, когда состоялся этот конкурс, вряд ли кто-то может озвучить, потому что это была бы недостоверная информация. Что касается его вопроса, я могу назвать несколько цифр по баллам прошлогоднего конкурса. С 16-го года, например, на экономику 253 балла. Это сумма 3 предметов. Балла достаточно для того, чтобы пройти на бюджет. Примерно так. А какие направления подготовки пользуются особым спросом у абитуриентов? Ну, критерием вот этого спроса являются средние баллы, которые они подают, и, скорее всего, конкурс человек на место. Вот у меня с собой есть несколько цифр, которые на сегодняшний день я могу озвучить. То есть максимальный конкурс, то есть это соотношение количества поданных заявлений и количества бюджетных мест, которые на данное направление представлено по плану приема. В данном случае Институт управления экономики и финансов. 15,5 человек на одно бюджетное место. Это первое место занимает. Далее идет Институт международных отношений истории востоковедения. Это почти 14 человек на одно место. И, замыкая тройку лидеров, это юридический факультет. То есть вот экономические и юридические специальности, Институт востоковедения, в данном случае они впереди. Недалеко от них отстает Институт фундаментальной медицины. Это 9,5 человек на место на сегодняшний день. Олег Германович, мы сейчас с вами приимем очередной звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Альберт. Я заключил договор и проплатил контракт на форму обучения. Но если я смогу пройти на бюджет, я смогу ли забрать деньги? Да, Альберт, я могу сказать даже следующее. Если мы видим, что абитуриент, заключивший договор, проходит на бюджет, то мы не можем эту ситуацию оставить без изменений. Мы сами, как правило, связываемся с такими абитуриентами и информируем его о том, что он по итогам бюджетного конкурса прошел на бюджет. И в данном случае, если абитуриент изъявил согласие быть зачисленным на бюджетную форму обучения, по его заявлению Казанский университет возвращает ему те денежные средства, которые были оплачены. Спасибо вам за ваш вопрос, а мы возвращаемся в социальные сети. И снова Виктория Кодорна интересуется, можно ли оплатить 50% обучения до 5 августа и остальные 50% осенью? Действительно, есть такие категории наших абитуриентов, которые испытывают социальное напряжение в настоящий момент. И если есть, скажем, такие вот абитуриенты, которые, чей доход на человека в семье ниже прожиточного минимума, или, скажем, есть неполные семьи, или есть ситуация, когда, скажем, инвалиды в семье, то, конечно, мы идем на встречу. В этом случае абитуриент пишет заявление, излагая основания, почему он обращается с такой просьбой. И мы идем ему на встречу и разрешаем посемистровую оплату. В данном случае он до 5 августа может оплатить первую половину, а вторую половину мы предусматриваем срок до 1 февраля. Хорошо. Анна Макаренко интересуется, есть ли шанс пройти на культурологию с 241 баллом? Речь идет о бюджетной форме обучения? Ну, шансы-то не имеются, но дело в том, что по закону до 26 июля документы мы еще принимаем. И неизвестно, сколько ребят могут подать документы с более высокими баллами, чем у Анны Макаренко. По этой причине шансы-то они сейчас имеются, и она в личном кабинете может отслеживать ситуацию. Я рекомендую обращать внимание на оригиналы все-таки прежде всего. То есть те ребята, которые выше ее по списку, если у нее оригиналы, то, конечно, они будут зачислены в первую очередь на бюджет. Но, тем не менее, если мы видим, что к 1 августа будут поданы еще достаточно серьезное количество заявлений абитуриентов с более высокими баллами, то тогда, конечно, это все снижает шансы тех, которые ниже. Если же этого не происходит, то тогда действительно вот с этими баллами она сможет надеяться пройти бюджетный конкурс. Хорошо. А может с данным количеством баллов на контракт? На контракт, конечно. Может, это баллы достаточно высокие. Хорошо. А Татьяна Трофимова интересуется, если она не проходит по льготе, то можно ли пройти на бюджет по общему конкурсу? Как лучше сделать и сможет ли она после первого курса перевестись в Казанский университет по льготе? Так, льготу она использует в тот момент, когда подает документы и заявляет о своей льготе. Она участвует в льготном конкурсе, то есть у них свой конкурс, и если она там не проходит, безусловно, она может участвовать в бюджетном конкурсе на общих основаниях. Чтобы далее отвечать на ее вопрос, я должен четко представлять, о какой форме льготы идет речь. То есть, если там действительно серьезное основание, то студент может быть переведен, если он не поступил на бюджет, а поступил, допустим, на контракт, то есть процедура перевода на бюджетную форму обучения с контрактом. Абитуриент Алина интересуется ситуацией форс-мажорок, так называемой. Если, например, она взяла билеты на 24 августа и заселение выбранное ей, институт тоже 24 августа, прилетает она лишь в 10.40, успеет ли заселиться в этот день в общежитие? Или все-таки придется пожить неделю в гостинице? Ну нет, конечно, в гостинице неделю жить ей не придется. Если она пропустила день заселения своего института, она приходит в институт на следующий день, через день, когда она приехала, идет к заместителю директора по социально-воспитательной работе, потому что вопросы заселения в общежитии находятся в видении именно этих категорий руководителей, и обращается к ней с заявлением, просьбой предоставить место в общежитии. Как правило, такие заявления удовлетворяются. Олег Германович, снова звонок. Здравствуйте, вы в студии. Добрый вечер. Подала заявление на три направления, в том числе и оригинал. Можно ли будет до 1 августа оригинал переложить на другое направление из трех выбранных? И какова процедура? Да. И еще один вопрос. Можно ли заселить в общежитии в другой день, отлично от графика заселения? И можно ли заселить со студентами другого факультета? Хорошо. Ну, давайте по порядку, значит. Что касается поданных заявлений на три направления, у вас оригинал находится на каком-то одном из этих трех направлений, из заявления согласия, так? Да. И вы хотите его перенести на другое направление? Да, из этих трех, да. В этом случае вы просто подаете заявление к нам в приемную комиссию. У нас есть бланки заявлений. Возьмите этот бланк и просто там напишите, с какого направления вы хотите оригинал переложить на какое другое. В соответствии с вашим письменным поручением, приемная комиссия примет меры и в системе электронного учета данных абитуриентов она переведет ваши оригиналы на другое направление. Можно ли это будет сделать после 26 числа? После 26 числа? Да, конечно, пожалуйста. Это вы до 1 августа можете сделать. Можно сделать. И по общежитию? По общежитию, как правило, каждый факультет, каждый институт имеет свои закрепленные дома, но если есть индивидуальные, скажем так, предпочтения, ну, скажем так, две подружки, они вместе выросли и хотят жить вместе, хотя поступили на разные факультеты, в данном случае обращаются с заявлением к заместителям директоров соответствующих институтов и там, я думаю, найдут способ решения этого вопроса, пойдут навстречу. А еще вопрос. Если нет графика, заселяться можно будет, потому что, допустим, мы будем отсутствовать на этот момент в городе? Да, конечно, вы приедете и по факту вашего прибытия обратитесь в соответствующий институт к заместителю директора по социально-воспитательной работе. Она примет меры к вашему заселению. Это в общежитие будет? Совершенно верно. Она даст направление на заселение в общежитие. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. Итак, у нас следующий вопрос от Татьяны Трофимовой. Абитуриент интересуется, а может ли ребенок-инвалид поступить или перевестись в Казанский университет по льготе? Поступить по льготе может. А что значит перевестись по льготе? Мне это не совсем понятно. Возможно, из одного вуза в другой. Процедура перевода абитуриентов, вернее так, студентов уже. Если они учатся в институтах, они уже студенты. Они прописаны нормами нашего законодательства, законом об образовании. И такая, значит, возможность имеется. Как правило, здесь принимается вовремя профильность одного вуза и другого, куда она хочет перевести. Виктория Погоевская. Виктория Погоевская. Поступил три года тому назад, и может он восстановиться в бюджетной, конечно. Или какой шрок возврата денег? Поступил три года назад, и я так понимаю, был отчислен, да? Нет, он был отчислен, да, неделю походил и бросил, черт побери. Так, если он неделю походил и бросил, значит, был приказ об его отчислении. И вы сказали, он на бюджет поступил, да? Да, да. И тут и университет возвращает денежные средства абитуриента, который, значит, не получил соответствующую часть образовательной услуги в течение года за вычетом фактически понесенных расходов. То есть, если, скажем, приказ об отчислении состоялся спустя месяц после того, как абитуриент приступил к учебе, то за соответствующие оставшиеся месяцы ему возвращают денежные средства. Кроме того, в течение трех лет, если он был отчислен, студент имеет право восстановиться в этом университете. У него такое право предусмотрено. Дорогие зрители, наша программа «Прием КФУ-2017» идет в прямом эфире. Я спешу вам напомнить, все интересующие вопросы вы можете задать по телефону прямой линии 233-7532, а также оставить сообщение в группе ВКонтакте vk.com, универсмотри, или позвонить по скайпу. Наш логин универсмотри.ру. Ну, а мы продолжаем отвечать на вопросы абитуриентов, и Виктория Багаевская интересуется, обязательно ли приезжать в Казань, когда будет заключаться договор о платных образовательных услугах. Очевидно, она находится в достаточно отдаленном регионе нашей страны. И для таких категорий абитуриентов у нас предусмотрена дистанционная форма, то есть они могут обратиться в договорной отдел, позвонив, изъявив свое желание заключить договор. В данном случае ей сканируют этот договор, ну, выпишут, сканируют и отправят ей по электронной почте. Получив этот договор, она его распечатывает, подписывает и может вернуть также по электронной почте на тот адрес, с которого он был отправлен. Таким образом, договор будет заключен. Но, естественно, по приезду в Казанский федеральный университет и приступая к учебе, она должна будет привести оригинал. И за свои договоры, и зайти в договорной отдел, и вот эти вот все вопросы закрыть, в том числе. Потому что ксерокопия, она может являться временным, ну, что ли, заменителем оригинального договора, но никак не на постоянной основе. А абитуриент Калтынай Хусаинова интересуется, если документы все-таки не дошли по почте, есть ли возможность снова отправить их после 20 июля? Или это уже, как говорится? Нет, конечно же, можно и даже нужно это сделать. И я думаю, что до 26 июля есть возможность у нее это принять меры к тому, чтобы отправились документы. А я ей хочу посоветовать, чтобы проблема определенными фирмами, оказывающими эти вот услуги. Ну, в частности, ну, судя по ее имени, это, скорее всего, абитуриент из Казахстана. У них, я знаю, где и чем, экспресс-почта есть, она может отправиться из Казахстана, эти документы у нас доходят за два дня. И следующий вопрос, который интересует наших абитуриентов в социальной сети. Если абитуриент не проходит по льготе, то можно ли пройти на бюджет по общему конкурсу? Да, конечно, безусловно. Если она не проходит по льготе, то в данном случае по общему конкурсу она может принимать участие. А предстоит ли ожидать новую волну ажиотажа именно вокруг естественно-научного блока? Ведь, как известно, в последние годы среди абитуриентов особый интерес вызывают геология, химия, медицина. В этом году поддерживается интерес? Растет ли он стремительно вверх? Да, действительно, не то что стремительно, но по сравнению с прошлыми годами, это живо мы видим. Достаточно большой интерес среди абитуриентов, естественно, научный блок, математические дисциплины. Особенно ребята с Казахстана на эти направления. Также очень высок уровень интереса абитуриентов к IT-технологиям. И надо сказать, что на сегодняшний день эти цифровые технологии распространяются на большом спектре хозяйственных отраслей, в том числе и на экономику, в том числе и на медицину. И по этой причине в Институте фундаментальной медицины и биологии там даже есть отдельная специальность медицинская кибернетика, достаточно актуальная. И я знаю, что в Институте управления экономикой и финансов сейчас идут работы по внедрению в учебный план новых видов образовательных программ, связанных с цифровыми электронными, скажем, системами, такие как электронная коммерция, цифровой банкинг, электронная система платежей, вот эти вот биткоины. Они достаточно продуктивно сотрудничают с банками, и я знаю, что они привлекают достаточно большое количество специалистов именно для ведения занятий по данным предметам, которые на настоящий момент они наполняют таким современным содержанием. Олег Германович, снова принимаем звонок в студии. Здравствуйте, представьтесь нам, пожалуйста. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. У меня сын студент Оренбургского университета юридического. Скажите, есть такая возможность, он первый курс закончил на договорной основе, перевестись в КФУ по договорной основе на второй, допустим, курс в КФУ? Есть такая возможность? Да, конечно, такая возможность есть. Для этого в конце августа месяца ему нужно будет подойти к декану юридического факультета нашего университета, Виль Толгатовне, с заявлением. Она рассмотрит этот вопрос. Для этого ему также нужно будет принести свою зачетку, для того, чтобы специалисты определили расхождение в учебном плане в Оренбургском, скажем так, юридическом институте, и какой учебный план на первом курсе был у нас в университете. Выпишут ему разницу сдачи в учебном плане, и при условии успешной сдачи он может рассчитывать на положительное решение этого вопроса. Если, допустим, какие-то предметы он не изучал, кто изучает КФУ, он должен экзамены сдать, да? Ну, экзамены, зачеты. Я не думаю, что здесь большая разница, потому что все-таки есть стандарт специальностей, стандарт направлений общеобразовательной, и после первого курса большой разницы, я не думаю, что она возможна. Вот это он, юридический университет имени Кутафина, филиал в Оренбурге. Ну, к сожалению, я с ним не так хорошо знаком, чтобы оценить, есть ли там разница в учебном плане с нашим университетом. Ясно. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо вам большое за вопрос. Но мы продолжаем разговаривать о так называемом ажиотаже вокруг естественно-научного и IT-блоков. Скажите, пожалуйста, вот с чем связано то, что абитуриенты так интересуются данными профессиями? Это может быть профессия будущего, или, возможно, они настолько востребованы? Вот почему вот именно их выбирает большое количество абитуриентов, а не что-либо? Ну, еще, если так можно сказать. Ну, вы знаете, это веление жизни, это ритм жизни. Вот, скажем, сейчас трудно найти школьнику, у которого нет сотового телефона. Трудно найти школьнику, у которого нет планшета или, скажем, компьютера. В соответствии с этим, вы обратите внимание, с какой скоростью развивается вот эта сфера нашей жизнедеятельности. Вот давно ли это было, чтобы с телефоном мы могли оплатить коммунальные платежи? Или, скажем, записаться в очередь для получения какой-то государственной услуги? А это реальность сегодняшнего дня, и я думаю, что на этом не останавливается вот это развитие этой сферы. Возьмите технологию умных домов, возьмите технологию, скажем, компьютеризации сферы медицинской. Ведь, по сути дела, на сегодняшний день даже вот пройти медицинское обследование, мы идем, ну, компьютерный томограф. Ну, это техника, которая на основе IT-технологий. И вот сплошь и рядом вот такие вещи. Поэтому это вызовы, на которые реагируют наши ребята. Тем более, что они с детства уже и в этой среде вращаются. Я думаю, это закономерное явление. Ну да, действительно, с этим трудно спорить. Резидент Шофеева интересуется. На направлении подготовки, которое выбрала Абитуренко, количество мест всего 145. Если после 26 июля по количеству оригиналов она окажется на 150 месте, будет ли она зачислена? — Так. Здесь надо оценить, каковы ее баллы. Баллы ЕГЭ. И оценить ее место в том рейтинге, который она занимает сейчас. Если речь идет о бюджете, это одна ситуация. Если речь идет о контрактной форме обучения, это несколько другая ситуация. Но, тем не менее, правила, они действуют и там, и там. То есть у нас есть конкурс, и в конкурсе участвуют баллы ЕГЭ. Если она проходит их, то она будет зачислена. Вне зависимости от того, в какой позиции она находится сейчас. Артур Гаязов интересуется, как часто обновляются списки подавших оригиналы на сайте Казанского федерального университета? — Ежедневно. Ежедневно. Примерно в 19 номер происходит. — А на каких факультетах больше всего бюджетных мест действительно ли это институт педагогики? Правда ли так говорят? — Ну, действительно это так. — А чем это связано? У нас педагогов мало, если так можно сказать. Или все-таки нужно готовить педагогов нового направления? Почему именно этот институт имеет такое большое количество бюджетных мест? — Ну, я скажу, что, допустим, вот институт фундаментальной медицины, у них есть направление биологии, так там 140 бюджетных мест. Если говорить о педагогических направлениях и специальностях, то я вам могу сказать несколько цифр. Благо, что план приема у меня сейчас под руками. И здесь от 10 до 15 по каждому направлению, но таких направлений здесь более десятка. Так вот, с учетом очной и заочной формы, 175 бюджетных мест на весь институт психологии и образования. — Никита Балашов продолжает поддерживать эту тему и спрашивает, много ли оригиналов документов и заявлений о согласии в последние дни приема документов вообще появляется? — Ну, я вам скажу, что средний темп прироста оригиналов и заявлений о согласии составляет от 250 до 320 документов в день. Вот этот вот темп сохраняется уже в течение недели. Я не исключаю, что к концу срока подачи документов оригиналов он возрастет, потому что люди оценивают свои шансы и начинают активное движение. Но пока на сегодняшний день это так. — Расскажите нам немного о тех, кто может поступить в университет без ЕГЭ. Существуют ли такие абитуренты? — Да, существует. Есть категория граждан, которые сдают наши внутренние вступительные испытания. Это, прежде всего, инвалиды, это иностранные граждане и ребята, которые закончили техникам и колледжи, поступающие на базе среднего профессионального образования. Вот эти категории абитурентов имеют возможность без ЕГЭ поступать и сдавать наши внутренние вступительные испытания. Кстати, они сейчас уже идут на очную форму обучения. На заочную форму обучения наши вступительные внутренние испытания начнутся с 27 июля и продлятся до 7 августа. — Есть ли те, кому при поступлении начисляют дополнительное количество баллов? — Да, это так называемые индивидуальные достижения, которыми обладают наши абитуренты. Максимальное количество баллов, которые мы начисляем, это 5 баллов за аттестат с отличием. Получить аттестат с отличием — достаточно упорный труд, а это должно быть вознаграждено. Кроме того, если призер или победитель Олимпиад, которые проводились КФУ или Олимпиады школьников, то победитель получает плюс 2 балла к тем баллам ЕГЭ, которые у него уже есть, призер — плюс 1 балл. Также 1 балл мы начисляем за золотой значок ГТО. То есть вот такие индивидуальные достижения мы оценим. То есть суммарно он может получить плюс 10 баллов к тем баллам ЕГЭ, которые у него уже есть. Плюс к этому, если абитурент участвовал в конференции имени Лобачевского, которую также проводит наш университет, там также победители и призеры от 2 до 1 балла. — Очень часто на площадке приемной кампании можно встретить поступающих с такими здоровыми папками портфолио. Чем способно помочь такое портфолио? Для чего они вообще их берут? Замечали когда-нибудь? — Да, конечно. Портфолио — это достижение, которое имеют ребята. Участники Олимпиады им выдаются дипломы, свидетельства. Действительно, Олимпиады сейчас очень много, и вот они приносят свои достижения в надежде на то, что именно эти достижения позволят им получить дополнительные баллы. Кроме того, я знаю, что при поступлении в магистратуру есть в некоторых наших институтах отдельные позиции по конкурсу портфолио. То есть публикации, например. Если у выпускника бакалавриата имеется публикация, то это, конечно, плюс ему большое преимущество при зачислении при прочих равных условиях. Также различного рода грамоты, олимпиады, призовые места в конференциях, на турнирах по тем профильным дисциплинам, которые соответствуют профилю той магистрской программы, куда она собирается поступать. Это также имеет значение для наших магистрантов будущих. А вот, кстати, начиная разговор о магистрантах. Скажите, интерес к высшему образованию у студентов уже, а у выпускников, окончивших университет, растет? В магистратуру вообще много людей приходит? И с каждым годом растет ли эта цифра? Или все-таки люди, ну, вряд ли, конечно, они игнорируют магистратуру? Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, дело вот в чем. Магистратура появилась как составная часть, вторая ступень образования сравнительно недавно, но каждый год устойчивое количество выпускников магистратуры пополняет рынок труда Российской Федерации. В соответствии с этим работодатель уже адаптировался к этой форме подготовки и видит, что есть возможность сравнить успехи выпускников бакалавриата и успехи выпускников магистратуры. И это приводит к тому, что на сегодняшний день существует ряд должностей, которые можно занять только если закончил магистратуру, если ты получил диплом магистра. В соответствии с этим происходит всплеск спроса на магистрские программы и на обучение магистратуре. То есть в данном случае юридические направления трудно ориентироваться на то, чтобы достичь какой-то карьерной лестницы, карьерного роста в этой сфере, если у тебя нет магистрского диплома. Кроме того, в сфере образования. Даже, знаете, я могу привести пример Казахстана. Мы выезжали туда, и там не допускают к преподаванию учителей старших массов, выпускных массов, если он не закончил соответствующую магистратуру. Как же его не допускают к определенным должностям в управлении образования, в горотдел образования или в управлении образования области, если нет диплом магистрата. То есть рынок адаптируется к этим видам подготовки, и соответствующим образом это сказывается на спросе со стороны абитуриентов на магистратуру. Ну и еще отдельно хотелось бы сказать, что на сегодняшний день есть альтернатива. То есть если раньше, допустим, когда не было магистратуры, чтобы, получив одно образование, получить другое, нужно было заново поступать и обучаться в течение пяти лет специалист, как это предусмотрено законным образованием. А если человек работает, то это шесть лет на заученной форме обучения. То на сегодняшний день человек поступает на два года, и через два года он получает диплом по новой специальности, по новой, вернее так, направлении и роду деятельности, что позволяет ему уже претендовать на должности в соответствующем профиле подготовки в магистратуре. Это также достаточно дополнительный бонус привлечения абитуриентов на магистрские программы. Ну вот примерно так это происходит. Среди студентов ходят споры. Вот, например, когда они меняют направление подготовки, допустим, бакалавриат закончили институт химии, а на магистратуру пришли, допустим, институт журналистики, да? А скажите, пожалуйста, можно ли тогда говорить, что у человека два высших образования? Ну, в данном случае я бы хотел сказать по-другому. У него диплом бакалавра по химии и диплом магистрата. Это будет магистра по журналистике. Статус диплома магистра все-таки чуть выше, чем статус диплома бакалавра. В соответствии с этим он прошел две ступени образования, и по одной ступени у него один диплом, по другой второй диплом. Имеет два диплома, имеет два образования. Ну что ж, наше эфирное время подошло к завершению. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был ответственный секретарь приемной комиссии Казанского федерального университета Олег Бодров. Спасибо, что были с нами. Хочется верить, что вы уже подали документы в Казанский федеральный и готовы связать свою жизнь с удивительным миром науки. Это была программа «Приемка ФУ-2017». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин